Привет, друзья! С добрым утром, мальчики и девочки! Вы смотрите мастерскую с Каркушей и Серёжей. Интересно, а что мы собираемся мастерить? Мастерить мы будем, Каркуша, сегодня поздравительную открытку, но непростую. Хм, не понимаю. Открытки все одинаковые. Что в ней может быть такого непростого? Всё покажу, объясню и сделаю. А пока, ребята, слушайте, что нам понадобится. Так, друзья, запоминайте а лучше записывайте. Итак, нам понадобится плотная бумага размером 15 на 20 сантиметров. Она уже согнута пополам, как обычная открытка, а на лицевую сторону наклеен прямоугольник из чёрной бумаги с надписью. Здесь написано «С добрым утром». Да, а вы, ребята, можете написать, что захотите. Например, «С днём рождения» или «С днём улыбки». Не волнуйся, Каркуша, всё подробно объясню очень скоро. Ещё понадобится клей-карандаш, вот такая картинка с солнышком и цветочком. И последняя деталь – картонный кружок с продетыми в него картонными усиками. Так, так, так. Ну, с чего начнём? Первым делом в центре белого круга проколю небольшое отверстие кончиками ножниц. Вот так. Так. Ребята, напоминаю, что с ножницами надо работать очень осторожно. Лучше всего попросить о помощи кого-то из взрослых. Вот что должно получиться. И теперь необходимо картонные усики продеть внутрь. Вот так. Но прежде на сам кружочек нанесём немного клея. Поэтому усики я поднимаю вверх, беру клей-карандаш и наношу клей с этой и с этой стороны. Достаточно. Усики прижимаем друг к другу, продеваем, фиксируем с этой стороны кружочек. Так, так, так. Получается, что ты соединил две детали с помощью кружка с усиками? Да. Ребята, вот что должно получиться. Теперь усики вставляем в отверстие нашей открытки. Также усики складываем вместе, продеваем и вот так распрямляем. Следующая деталь чёрный полукруг. Его необходимо приклеить вот так. Поэтому клей я наношу прямо на усики. Но чтобы клей не попал на открытку, я подложу салфетку, наношу клей на один усик и на другой. И вот уже теперь приклеиваю полукруг. Серёжа, сейчас мы будем приклеивать руку робота? Да, Каркуша. Ну, точнее, это одна деталь, но руки две. Видишь, Каркуша, в одной руке у нас мелок, а в другой губка. приклеить эту деталь нужно сверху чёрного полукруга, вот сюда, так, чтобы она чуть-чуть выступала. Также понадобится клей-карандаш. Мне кажется, что пока ещё ничего не получилось. Ты ошибаешься, Каркуша. У нас готова основная деталь механизма открытки. Видите? Ух ты! Действительно крутится! Что с этим делаем дальше? Настала очередь этого прямоугольника с прорезью в виде полукруга. Приклею его сверху нашей открытки. Вот сюда. Ребята, обратите внимание, клея нужно нанести совсем чуть-чуть. сверху и снизу. А почему ты не наносишь клей на середину? Какая наблюдательная, Каркуша, ты! Это для того, чтобы крутящийся элемент оставался свободным и мог вращаться внутри. Очень интересно! Ребята, обратите на это внимание. А теперь пришла очередь нашего робота. Ура! Приклеим его вот сюда. Точно так же немного клея. Ну, а теперь-то все готово. Давай проверим, Каркуша. Давай. И? Угу. Робот стирает надпись. Угу. Вот это да! А потом? Пишет. Пишет. И опять стирает. Здорово! Как! И пишет. Ой, точно, это непростая открытка получилась. Она волшебная! Такую открытку можно подарить на любой праздник, а героем может стать не только робот. Какая классная идея! А что же внутри открытки? А внутри можно приклеить любую картинку или просто заклеить механизм белой бумагой и написать пожелание от руки. Да. Но у нас есть рисунок окна с солнышком и цветком, поэтому его мы приклеим внутрь. Ребята, но клей мы также на рисунок наносим только с определенных сторон. Сверху, снизу и по бокам. Нет, по бокам не надо. С противоположной стороны от нашего механизма, чтобы не приклеить его, и он продолжал крутиться. О, понятно. Вот так вот, Каркуша. Раз, два, три. А еще, Каркуша, картинку нужно приклеить таким образом, чтобы было видно белый кружок. Понятно. Механизм подвижный, проверим его работу. Проверяем. Внутри у нас вот такая картина. А снаружи робот пишет вам всем, ребята, с добрым утром! А мы с Каркушей добавляем малыши! Малыши! Друзья, попробуйте сделать такую открытку к ближайшему празднику и поздравить кого-нибудь из близких. Они будут приятно удивлены. А у нас на этом все. Следите за выпусками в мастерской! Увидимся на канале Каручей! удачи! За